Дрэгон Борн Дрэгон Борн Не уверен, что Содритмора выжила Но хотя я думаю, она осталась Она довольно далеко была от Красной Горы Поэтому давайте поговорим с ним Ты весьма отличаешься от остальных, по крайней мере в плане состояния ума. Очень интересно. Могу спросить, что ты здесь делаешь? А ну, я ищу человека по имени Мирак. Мирак, Мирак. Звучит знакомо, но я не могу вспомнить. О, минутку, вспомнил. Правда толку от этого мало. Мирак мертв уже тысячи лет. Что это значит? Не знаю. Но это забавно, правда? Возможно, это как-то связано с тем, что здесь происходит. Весьма неожиданная вещь. Боюсь, я вряд ли могу ответить на твои вопросы. Однако ближе к центру острова есть развалины старого храма Мирака. На твоем месте я бы туда заглянул. Хм. А что делают все эти люди? Что-то строят. Это же очевидно. А, ну как же, я не догадался. Что? Разговоров с ними толку мало. И мне бы очень хотелось узнать, что произойдет, когда они закончат. Ну, здесь Нелл представлен, знаете, таким вот исследователем, ученым. То есть, ему не важна цена. Ему важно то, вот это вот исследование, нечто новое, что может произойти. Поэтому любыми средствами он готов заплатить за то, чтобы узнать что-то новое. А, ты пытался прекратить это? Конечно нет. Это означало бы вмешиваться в происходящее. Но тогда я не узнаю, чем это может закончиться. А что ты можешь рассказать мне о Моровинде? Есть большой остров Варденфелл и еще прибрежные земли на материке. Дом Телуани имеет собственность на Варденфелле. Я сам никогда не бывал на материке. Серьезно? Никогда не бывал на материке? Слушайте. Мы закончили? Я думаю... То есть, всю жизнь он провел на Варденфелле. А давайте подойдем поближе к камню. Хм. О-хо-хо. Здесь ты вспомнишь. И мы присоединяемся к работе. Может, приказали, когда камню тобой завладело то же безумие, что я страны... Что украли перлоны. Тут крайне интересно послушать то, что говорит Нелот. Глаза твои были слепые. Возможно, он постоянный, как и у других. Но, к сожалению, нас Мирак все время перебивает. Глаза твои были пусты. Такое было наинтересное исключение из универсального пеномена. То есть, ему крайне интересно посмотреть, почему нами тоже движет это безумие. Услышит. Ты слышишь меня? Остались у тебя хоть кровь и зубы. Не станет больше у тебя мира. Хм. Давайте попробуем... Завершить это. А, Сирану нет, не ты. Ты вспомнишь. А, так ты можешь сопротивляться этому влиянию за счет силы воли. Взхитительно. Я бы не советовал еще раз касаться камня. Эффект от повторного контакта может быть. Если, конечно, ты не хочешь таким образом сделать вклад в мое исследование. Мне было бы очень интересно понаблюдать за тобой. Да. То есть, еще имеется такой действительно баг. Вот вы видите внизу слово вот это то, что говорит Мирак в субтитрах. И я точно сейчас вспомнил то, что если вы это сделаете, то вот этот баг немножко останется с субтитрами. К сожалению. И его не так-то просто убрать. Ну-ка. О, что это? А, окей. Тебе что-нибудь нужно? Либо вообще невозможно убрать. Мирак? Мирак, да, спросил меня. Он говорит со мной лично. В общем, пока что нам кажется это странно. Но все нам говорят посетить храм, который находится в глубине острова. Но сегодня мы этого делать не будем. Мы займемся более какими-то интересными пока что нам делами. И я предлагаю начать исследование Вороньей скалы. И начать ее именно с шахты. Как с центра всего здесь. Кстати, ночь уже. Настала, поэтому... Ладно, давайте пойдем. Ну давай, пропадай надпись. Можно перезагрузиться, конечно. То есть, всеми людьми вроде бы как бы с помощью камней управляет Мирак. Пока что это похоже именно на это. Так что ж такое, женщина? Я же сказал, оставь меня в покое. Крестца, в прошлый раз, когда ты ходил в шахту, ты чуть не погиб. Я не хочу вдовой остаться. А я тебе говорю, меня ничто не остановит, пока я не найду останки своего прадедушки. Вон там, внизу. Я чувствую. Это было почти 200 лет назад. К тому же и находить-то нечего. Отпусти меня, женщина. Крестцей, ты упрямый старый дурак. Ты там убьешься. А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? Ты уж прости нас за болтавню, Крестце. А, да ничего. А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? А, чем же ты тут занят? С чего это я должен тебе рассказывать? Я даже не знаю, кто ты. Ну, может, я смогу помочь? Хм, может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты с бренью. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть в Воронье Скале ее значимость. И что за секрет там спрятан? Тайна, которую восточная имперская кампания постаралась скрыть два века назад. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронью Скалу с этой бесполезной шахты. А кто был твой прадедушка? Гарциан Карелий. Он всю жизнь провел, исследуя древние развальные Тамриэля. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. А я думал то, что вот как раз таки этот Гарциан Карелий, он кто-то тоже из соцсхема, из Моровинда. Но как-то подумал и не мог вспомнить. Возможно, кто-то из рабочих, а возможно, вообще не имеет отношения к этой шахте. Как же он умер? А у тебя есть доказательства? И что говорилось в письме? Землекопы сделали в шахте. Компания хотела, чтобы Грациан занялся им. Похоже, Восточноимперская компания считала открытие очень ценным, раз закрыла эту часть в шахте от объекта. Это ключ от запертой части? Так и есть. Ну, то есть, я так думаю. Я так и не смог найти вход. Действительно звучит как-то подозрительно. Наконец-то! Хоть кто-то мне поверил. Говорю тебе, там внизу что-то очень важное. И Восточноимперская компания хотела это скрыть ото всех. А зачем ты мне все это рассказываешь? Слушай, моя жена хнычит, что я слишком стар, чтобы бродить по шахтам в поисках своего прадеда. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти ответы на все свои вопросы. И поэтому тебе нужна моя помощь. Именно. Я хочу узнать, что случилось с Грацианом. И что скрывает от нас Восточноимперская компания. А есть предложение, с чего начать? Грациан вел дневник. Делал заметки во время своих путешествий. Если ты найдешь его останки, я думаю, это поможет. Вот все, что у меня есть. Письмо и ключ. Пожалуйста. Сделай это, чтобы я снова мог себя уважать. Ну ладно, посмотрим. Так, я думаю, про Мирака уже бесполезно спрашивать. Никто здесь ничего не знает. Так, так, так. Ладно, окей. Смотри, осторожнее там внизу. Это шахта опасная. И что ты с Кресцием разговариваешь? Так, как ты познакомилась, ну, как бы не очень интересно. Хотя я темный эльф с имперцем. Или с Нордом. Я так понимаю, ты в истории Кресци не веришь. Бедный Кресци стареет. Но и умом, конечно, слабеет. Все хуже и хуже становится. Он просто одержим какими-то дурацкими теориями. А тогда где же его прадедушка? Да наверняка где-то там внизу. Под кучей булыжников. Как и утверждает Восточная Имперская Компания. И больше всего я боюсь, что этот упрямый баран, мой муженек, кончит как его прадед. Понятно. Ага, еще восстановление у нас обучает. Ну, ладно. Так, интересная история здесь заключается. То есть, шахтер полагает то, что его прадедушка нашел что-то интересное в шахте. При этом, как раз Восточная Имперская Компания решила, что нужно эту тайну похоронить вместе с ним. Нам нужно узнать. Так, ух ты, сейф. Кстати, здесь, по-моему, я даже знаю, что находится. Только, правда, скрывать это сейчас я не очень хочу. Такие сейфы будут попадаться на всю игру. И я, на самом деле... А. Помню, что там находятся вроде как кулоны или жетоны Восточной Имперской Компании, которые кому-то нужны были. Аметисты возьмем идеальное телелечение. Да, вот, кулон Восточной Имперской Компании. Я не помню, но кому-то они понадобятся. Вроде продавать их можно. Не пойму. И что ты с крестцем разговариваешь? Так, а он дал нам письмо вроде, как бы. А, Валерике, это, кстати, уже не нужно. Я бы и древние свитки... Ничего, вес по 20 у них. Записка вампира, записка вечернего письма. Грациан, вот. Грациан, я был бы рад, если бы ты помог разобраться с ситуацией, возникшей в Вороньей Скале. Похоже, шахтеры наткнулись на какие-то подземные руины неподалеку от третьего ствола. И нам бы надо, чтобы ты, как специалист, посмотрел, что там. Я могу послать кого-нибудь другого, если ты занят. Но, насколько я помню, ты родом с Солдсейма. Так что, может быть, тебе захочется взглянуть самому. Дай нам знать, что тебе удастся выяснить. Рэндалл Тандариан. Восточно-имперская компания. Угу. Имперский город Сердил. Вот она где сейчас базируется. Ну, окей. Значит, они все-таки его послали туда для исследования. Нечто интересного. Хм. Довольно оригинально сделано здесь подземелье. Хм. Ну, шахта, конечно же, видом изменилась. Все-таки столько лет прошло. Ну, населят ее сплошные злокрысы и морозные пауки. Так, сажал козырения у нас, да, нету улучшенного больше. А здесь очень темно. Обычно таких подземелий, крайне темных, мало в Скайриме. Всегда факелами все освещено. Во всех подземельях, во всех катакомбах. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Ну, и эбониты мы тут навряд ли тоже найдем. Хм. Какой-то газ еще испаряется здесь. Если здесь кинуть огненное заклинание, то я подозреваю, что все взорвется. Взорвется. Хм. Еще такая возможность, да, пробивать стенки. Вот такого не использовалось, насколько я помню, нигде в Скайриме. Возможности такой. О, еще один. Опять эксперт. Да ладно, ну это вообще неинтересно. Ключ. А, ключ он нам дал. Ну, ладно, давайте это прем. Отмычки, благо, есть. Надо было вообще прокачать вот этот мне навык взлома. Хотя никогда этим не занимался, но... Так как меня это больше всего бесит здесь. Я конкретно не могу нормально вскрыть. Опять идеальное зелье лечения. Полезно. Серьезно? Значит, здесь что-то есть нехорошее. И это у нас катакомбы. Старые катакомбы. Такой прием уже, я помню, применялся. В Морровинде. Мы там также натыкались при раскопках в шахте на старую древнюю гробницу. Только там мы находили Сталгрин. Эх, парни. От вас вообще никуда не деться. Вы везде. Весь Карим с вами воевали. Теперь вы тоже здесь опять. Оу-оу-оу. Я так и знал, что она за линией там ловушка. Она не может ее обойти. Ой, извини, ты уже мертв. Палачи очень, очень сильные. Так, а вы, парни, вы тоже мертвы? Ааа, нет. Так, а это кто? Это уже не ты. Скорее всего, твой питомец. Так. Как-то я ступаю неосторожно. Возьмем вот этого Драугра-палача. Ааа, вот тот самый шлем. Крайне странный шлем. С оленями и рогами. Много вас? Не ухо... Какой? А, неуклюжий Драугр. Неуклюжный Драугр со щитом? Вот это интересно. Со щитами вы раньше вообще никогда не ходили. Это что-то новенькое. Неужели кто-то из нордов пользовался щитами? Это непробиваемо, что ли? Конкретно, друзья, что-то с ним не то. Или, капец, у него сколько жизней. Так, эм... Помятый железный щит. Ну и больше ничего такого. Стой, стой, стой. Так, на меня что, твой... Твой друг напал, блин. Я помогал сражаться. Слушай, контролируй своих зверьков. А тут это вообще. А, вот и стал грим. Старый, добрый стал грим. Но у меня, к сожалению, вообще нет кирки древненордской. А добыть ее... Добыть ее по какой-то миссии надо. Печально. Так, желе неча, кстати, возьмем. Возможно, она мне понадобится. Так, морозная соль. Нет, здесь ничего не нужно. Огненная соль. Так, пепел порождения. Не помню, нужен. Но возьмем. Зелье хождения по воде. О! А вот это пригодится нам здесь. Возможно. Так, ты тоже. Вообще, мне нравится то, что здесь все уровни, все подземелья, они проработаны. Ай-яй-яй-яй. Так, пробегаем просто. То есть, сделано интересно. В отличие от того же даунгарда, где совершенно неинтересные уровни, здесь все гораздо лучше. Так, так, так. Дрогр... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, ладно, хоть оружие не выбил. С абонитовым киньком. Тоже не видел, чтобы с такими выходили. Обычно с двуручниками. Абонитовый меч. Ага. Так, это у нас курган уже идет. Возможно, выход. Ой-ёй-ёй-ёй. Опасно. Нет, скорее всего, это абонитовый лук у него еще. Точный абонитовый лук. Сирана, может, поможешь немножечко? А то я один не вывожу здесь. А, вот и все. Так, с рукояткой... Ага, открывает нам дверь. Здесь замок эксперта, блин. Опять эксперт. Опять так взламывать неохота. Так, так, так. Ну, давай. Я знаю, где ты здесь-то. А-а-а-а. Начинается. Моя любимая часть. По взлому замков. Что такое? Есть. Есть. И что? И что? Это все, что ли? Ну, е-мое. О, еще одно зелье хождение по воде. Недаром, друзья, здесь разбросано столько зелий. Кстати, не помню. Возможно, туда, кстати, и можно войти. Там. За водопадом. А, возможно, нужно и сюда. Так, тут интересная книжка у нас. И что-то мне это совсем не нравится. Что это? Том? Заклинание ледяной шипа. Если я возьму. Ничего не изменится. Так, давайте... Не знаю. Попробуем туда войти. Насколько я помню, там какой-то подвох был. А, ну да. Точно. Бладскал. Конечно же, всем название крайне знакомое. Мы помним не курган Бладскал, а именно меч Бладскал. Бладскал, который был на соцсхеме. По-моему, нам давали его за прохождение миссии... Так-так-так-так. Что там за миссия-то была? По-моему, после спасения зала Тиркса от Удурфрукта. Точно-точно. По-моему, за это нам давали меч Бладскал. Который был крайне... Ну, крайне не очень. У него характеристики были крайне скудные. По-моему, там что-то зачарован был на деморализовать противника. Там какой-то еще удар холодом, что ли, было. В общем, был крайне бесполезный меч. Выглядел он как одноручный... Древний нордский, по-моему, меч. Если так раньше там назывались. Так, ну все, надоел. Ага. Ага. И здесь, кстати, вот сюда, наверное. О, нет-нет-нет-нет. Ничего себе тут обстрел-то. Ага, и сундук здесь. Кстати, я помню, что я все время здесь какой-то проход пропускал, насколько я помню. Следующий уровень подземелий. Семь золотых. Так, здесь все завалено, конкретно. Ой, а теперь бы мне еще вспомнить про него. Кстати, возможно, вот он, да. В тот раз очень долго бродил, на самом деле. Здесь, конечно, можно догадаться вот по этому воздуху, который поступает в другую часть подземелья. Но я как-то не догадался проследить за ним. И мы попадаем в совершенно иное, ни на что не похожее подземелье, которое до этого еще не встречали. Тоже здесь вот такой вот, как я, не керамика, как я это называл-то, а базальт-базальт. Так, эльфийская стрела. Оставим. Сирана, где ты еще все это увидишь? Тебе так повезло, что я взял тебя в путешествие. И очень интересный курган. Так, сначала милей. Железный секир и искр. Урон 125. Что? А, потому что двуручник. Все, я понял. Я думаю, что такое урон-то у железного топора, что ли? Хотя это все равно как-то странно. Урон очень здоровый. Эликсир бодрости. Черненица. А вот и дневник Горциана Корелия. И клинок Бладскал. Его совершенно по-иному переделали в этой части. Теперь он двуручник. Причем крайне интересный двуручник для нас. Не понимаю, как он вместился вот в эту маленькую аптечку. Раньше это называлось аптечкой. Здесь просто такой мешочек. Мешочек-кошель. Можно кошель назвать. А, это мы с трупа взяли. Ё-моё, я думаю... Я рада, что ты со мной... Не бойся ничего. Я думал-то, я не с трупа взял, а с этого мешочка. Думал, как туда мог поместиться такой здоровый меч. Мечик, я думаю, стоит улучшить и посмотреть, насколько он хуже, либо лучше нашего. Потом придем на то, чем посмотрим. Вроде бы, он должен быть неплохим. Кстати, они меня накачивают эбонитовыми и стеклянными стрелами. Так, при силовой атаке выпускает заряд энергии, наносящий 30 единиц урона. Вот такой вот интересный меч. И если он будет, конечно же, хорошим, я думаю, мы себе его оставим для разнообразия. Давайте посмотрим. Силовая атака и вот такой вот удар. Наносит. Крайне интересный. То есть, 30 урона вдалеке можно нанести. Но 30 урона это... Ну, фактически ничего. Урон, наверное, физический, а не магический. Я точно не знаю. Но здесь нужно нам решить небольшую загадку. Ага. Так, про историю Бладскала я что-то не... Сомневаюсь, что что-то могу найти. Так. Есть. Вообще, Бладскал. За что нам давалось звание Бладскала в игре? На Солсхеме-то, по-моему, там просто нам за то, что мы стали членом Ордена Скалов, по-моему, за это нам давали. А, кстати, возможно, даже не Тиркск, когда мы спасли. А, возможно, даже когда стали Скалом надавался этот меч, точно не помню. Ага, вот еще. Есть. Есть. Ой, ой-ой-ой, извини. Прошу, прости, пожалуйста. Не надо, не надо сердиться. Откройся. Ну, хоть какое-то оригинальное открытие двери в какой-то веке. Можем, кстати, почитать дневник. Грация Телкорелия. Который мы нашли. Ну, я думаю, это очень большой дневник. Не Грациана. Дополнительно это, к тому же. Ох ты, он очень большой. Так, а нет. А, да. Причем интересно, в принципе, прочитать. Правда, у нас времени не так много останется на все остальное. Но здесь наверняка написано, что такое Бладскал. Давайте прочитаем. Тридцатое. Руки дождя. Четвертая эпоха. Десятый день, по-моему. Или бы десятый месяц обозначается. Получил сегодня письмо от Восточной имперской компании. Они говорят, рабочие пробили стену третьего ствола шахты. Вороньи скалы и нашли какие-то руины. Надеюсь, это не обернется такой же потерей времени, как в прошлый раз в Сиродиеле. Я беру с собой помощника, Милия, и с рассветом мы отплываем в Воронью скалу. Приятно будет повидать вновь старый дом на соцсхеме. Такой кораблик. Так, седьмое. Прибыл, наконец, в Воронью скалу, и был удивлен, сколько же беженцев темных эльфов живет теперь в городе. Они, конечно, не прирожденные шахтеры, но думаю, рано или поздно из них получатся хорошие горняки. Мы с Милием провели большую часть дня, очищая крышу моего дома от пепла. Проклятый вулкан все еще день и ночь выплевывает облака сажа. Если бы не пепел, покрывший весь густым слоем, можно было бы даже сказать, что здесь красиво. Восьмое. Мы с Милием отправляемся в шахту Вороньи скалы, чтобы поглядеть, что же там нашли рабочие. Думаю, по дороге стоит забежать во взмахни-копни и прихватить кое-какие припасы. Никогда не знаю, что может понадобиться. Девятое. По всей видимости, шахтеры пробили стену древней нордской гробницы. Я видел такие в Скайриме. Проклятущие норды понаставили крипт повсюду и даже не потрудились отметить их на картах. Похоже, эта усыпальница принадлежит какому-то клану Бладскал. Я собираюсь скопировать надписи на камне и посмотреть, не смогу ли расшифровать их, сверяясь со своими записями по истории нордов. Десятое. Работал целый день и так и не смог найти никаких упоминаний об этом камне. Мы с Милием решили пройти дальше. Мы подошли к глубокому колодцу, но я вижу, что внизу есть большой зал. Большая часть дня ушла на то, чтобы спуститься вниз, а спустить в нестаряжение и спуститься самим, по почти отвесному склону. Одиннадцатое. День удивительных открытий. Мы спустились в большой зал, обошли его и увидели, что это типа пьедестала и на нем самое странное оружие, которое я когда-либо встречал. Лезвие на вид просто безупречное и спускает едва заметное слабое свечение. На обрывках пергамента, найденных в зале, можно прочесть его название. Клинок Бладскал. Не уверен, что стоит забирать его сейчас. Подождем. Утро вечера мудренее. Вот он. Вопреки голосу разума, я решил снять клинок Бладскал с его пьедестала. Мили тоже отговаривал меня, но нам пора искать путь наверх, и мы должны взять с собой эту удивительную реликвию. Тринадцатое. Надо было мне послушать. Милия. Стоило взять клинок, как мы оказались в окружении драугров. Милий бился храбро, но пал. Мне удалось уничтожить оставшуюся нежить, но меня тяжело ранили. Я едва стою. Единственный шанс остаться в живых, это найти выход отсюда, но боюсь, я в ловушке. Продвижение идет медленно. Я могу уйти разве что несколько минут, а потом должен отдыхать. Припасы подходят к концу, и с каждым часом я слабее. Единственное, что мне удалось обнаружить, это странную дверь, со знаками, которых я никогда раньше не видел. Я что-то упускаю, что-то связанное с этими знаками. Попытки пройти через эту дверь безуспешны. Мне нужно подумать и изучить их, чтобы продвинуться дальше. Едва держусь, чтобы не потерять сознание. Я совершенно уверен, что клинок Бладскал, своего рода ключ к этой двери. Когда я взмахиваю мечом, то замечаю шлейф магической энергии, тянущийся за ним. Думаю, делая взмахи клинком в разных направлениях, можно управлять этим шлейфом и найти способ решить загадку двери. Надеюсь, отдохну и смогу проверить это. Каждое движение дается с трудом. Последняя запись. Я потерял счет времени и силы оставляют меня. Я даже не могу больше стоять. Раны отказываются закрываться. Боюсь, эта гробница станет моим последним пристанищем. Если кто-нибудь найдет этот дневник, пожалуйста, отправьте записки моему начальству в Восточной Перской Компании. Скажите моей жене, что я люблю ее. Да направит меня Аркей к месту последнего отдыха. Вот такая вот история. Довольно стандартная. На самом деле история. Ух ты, новые ловушечки, таких кстати не было скорее. То есть нашли какой-то предмет, сняли его, как всегда. Ну и получилось то, что получилось. Ну, ловушки очень простые. Так, не пробежать, да? Ну ладно. Эх, друзья, я думаю не успеем сегодня. А хотя мы уже близко у цели. И вот такой вот здоровый зал. Совершенно непонятно. А, кстати, что я взял-то? Блотскал, он не наточенный. О, закрик... Сош. Ха-ха-ха. Так, стоит выпить, друзья, зелье хождения по воде. Недаром же мы собирали, потому что здесь вода. Ну все. Ого. Неплохо. Драконий жрец. Который очень сильный. На самом деле, если бы не моя защита от магии... То он, по-моему, цепными молниями владеет. А молнии неплохо замедляют. Ё-моё. Давай. Ну, Сиран, ты, конечно, очень помогла. Горстка пепла. И... Новая маска. Закрисош. Увеличивает сопротивление к электричеству на 50%. И урон от электрических заклинаний на 25%. Так что, возможно, кому-то понадобится. Костяную муку я тоже возьму. Вот и все, друзья. Я думаю, на этом остановимся. В следующей серии мы поищем выход из кургана Блотскал. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok